куриная грудинка вяленая за 4 дня засыпаем солью контейнер простой пищевой соли не морской нередированный делаем чтобы она не касалась контейнера соль вытянет всю влагу с грудки куриной вот этой частью плотной кладем на соль пересыпаем а а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас... Если хотите, не вымачивайте, чтобы она была не сильно соленая в дальнейшем, достаточно 10 часов. Все, до следующего включения. Продолжение следует... Освободили мы куриную грудку от соли. Пролежала она у нас 10-11 часов. Сейчас мы ее промоем. Смотрите, какая она эластичная, хорошая. Больше смысла нет держать 24 часа. Просто она будет пересолена и неприятно будет кушать, когда подвялится она за 3 дня. Сейчас мы ее промоем холодной водичкой и зальем. Положим холодную воду на час-полтора. Воду пару раз поменяем. Продолжение следует... Помываем холодной водичкой. Хорошие, замечательные кусочки получились. Советую брать курицу, ну или отдельно грудку куриную. Побольше берите, потому что она усыхает за 3 дня, когда висит, вялится и теряется в массе. Сейчас вот такие выписки видите, такие большенькие. Они подсохнутые будут, ну процентов 10 потеряются. Все, грудку промыли, заливаем холодной водой на полтора-два часа. Вот она у нас будет лежать. Вот она у нас будет лежать. Далее мы час-полтора, достаточно будет. Воду пару раз поменяем, потом будем сушить ватринами и полотенцами. Куриную грудку вымочили в холодной воде в течение часа. Воду меняли два раза. Будем сейчас ее сушить вафельными полотенцами. Полотенцами оботрем и будет лежать она у нас еще примерно где-то минут 30, пока будем мы ее на специях обмакивать. Грудка получилась хорошая, эластичная. Такую грудку я делаю раз в месяц. Зачем покупать в магазине, когда можно сделать самому дома. Зная из чего сделано, как сделано. Съедается просто быстро. Ничего не остается. Специи у меня перец, паприка копченая, смесь перцев, чеснок, сушеный молотый, кориандр, розмарин, зира, перец черный. Вот в этом мы будем ее планировать. Все, грудка готова. Пускай подсыхает минут 30. Пока будем готовить специи. В ступе молоть. Все, панируем в специях грудку куриную. Тщательно со всех сторон. Так она у нас провисит 3 дня. Потом на шампура, на веревочку, марлечкой накроем, в проветримое помещение. Форточку откроем. И будет у нас висеть и вялится. Сколько вот я готовлю в куриную грудку. Каждый раз, как в первый раз. Вкуснее, чем предыдущее получается. Опыт, видать, не пропьешь. В следующих видео буду делать свиную шею. Там придется класть нитритную соль. Ну и кусочки-то нарезать придется сантиметров по 7-8. Потому что она тоже усохнет. Когда может лежать, вялится, висеть. Так. Все прекрасно. Все прекрасно. Ну и последний кусочек, крайний, не последний, а крайний. В ступе размельчать специи, ну кто как любит, я люблю не сильно мелко, чтобы специи хрустели на зубах, когда нарезаешь ее, так же как и в приготовлении шашлыка. Чтобы какой-то вкус специи был и похрупствовал. Все, куриную грудку запанировали, сейчас будем надевать ее на шампура и вешать, сушить. Грудку повесили вялиться, через трое суток будем снимать и пробовать. Какие специи? Перец черный чайная ложка, перец красный чайная ложка, паприка 2 столовых ложки, смесь перцев чайная ложка, чеснок сушеный молотый 6 чайных ложек, кориандр целый 5 чайных ложек, розмарин 1 третья чайная ложка, зира 1 третья чайная ложка. Все в ступе перемололи и вот в этой смеси мы все пропанировали. Вяленая куриная грудка за 4 дня, 3 дня у нас провисела, первый день мы солили, сушили, вытирали, специи обмакивали, 3 дня у нас висела, вялилась куриная грудка. Будем проверять, смотреть, нарезать результат. Такая хорошая получилась. Ммм, обеедение. Правильно все-таки, в сутки не надо солить ее, 10 часов максимум и получается просто вкусненькое, что-то бомбическое. Вот это вот уже, грубо говоря, я сейчас заточу, все съем. Сын еще приедет, ему пару штук дам. Вкусно. Вкусно. С каждым разом все вкуснее, вкуснее получается. Просто прелесть. Лучше, скажем так, чем в магазине. Там и стоит она бешеных денег. Здесь просто прелесть. Вкуснятина. Нитритную соль нам в куриную грудку не надо добавлять. Это не свинина, не говядина. Бутулизм здесь нам не страшен. Вот такая вот получилась грудка. Вяльте, кушайте, готовьте. Ммм, вкуснятинка.